Алла-алла, добрый вечер, салам, я вам тоже салам передаю, всем доброго вечера желаю, всем приятного вечера, приятных просмотров, ну давайте пообщаемся, если у кого есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, рады всем вопросам, всем зрителям и слушателям, я себя кофейку налил, поэтому вам тоже советую, если кому хочется, вместе с кофейком пообщаемся, поговорим, может у кого-то есть очень важная тема, я понимаю людей, которые хотят задать мне вопрос, но не могут, потому что, может стесняются, может у них есть какие-то там очень тонкие вопросы, которые не хотят обсуждать в прямом эфире, но все-таки приветствуем всех наших зрителей, Сергей Семернов пишет, Фуат, добрый вечер, я болею душой за Азербайджан, Туран нужен, чтобы раздавить Кремль, написал Сергей Семернов, Сергей, никого раздавить, конечно, мы не собираемся, но защищаться обязательно будем, Фуат, привет, один Эдкар Бадальян пишет, Ты думаешь, Армения или Карабах в состоянии кормить сотни тысяч беженцев? Цифры значительно преувеличены, не думаю, что их будет больше нескольких десятков семей, и они вряд ли останутся. Эдкар Бадальян, у меня точных цифр нету, есть в прессе информация о том, что около 500 тысяч армян хотят переселить на территории Армении, но не на Карабах, Армении, но я до этого тоже говорил и повторяю, Любой гражданин, проживающий на территории Азербайджана, рано или поздно будет принимать гражданство Азербайджана, любой человек. Путь это Карабах, путь это вокруг окружающих Карабах района, и если азербайджанское руководство хоть одного человека найдет, увидит в числе тех, кто принимает азербайджанское гражданство, беженцев, приезжих, переселенцев, которые прибыли в Азербайджан без согласования с азербайджанским министерством иностранных дел, они будут поголовно депортированы, потому что в Азербайджане живут граждане Азербайджана, все остальные иностранцы. Иностранцы вместо тех странах, где они родом. Может быть в Сирии были беженцы, может быть и из Ливии были беженцы, или из Ливана, пожалуйста, в Армении открывайте им там столики, налейте армянского вина, пусть они там остаются. В Азербайджан, Карабах их селить не надо, потому что за это мы будем всем вопросы задать, когда время придет. Вот, мир нашим народам, говорит, почему мирных роликов нет, мы, армяне и вы, азербайджанцы, можем жить дружно. Шитимич, мы жили дружно до 88 года, шитимич. Начиная до авдаринских событий, где вы первую кровь начали, когда убили азербайджанского мальчика, и когда вырезали Ходжалы, всех жителей Ходжалы, когда вот цунгайские события, всем известно, что Хачатриян, или как его зовут, Григорян, Григорян, да, Эдуард Григорян, начали армяне. Все это политика ваших руководителей. Но если вы про мир говорите, да, вот, может быть, этот мир будете требовать от собственных руководителей, чтобы они не заставляли армянских матерей отправить своих сыновей убивать или умирать в Азербайджане. Занк, Карабах, это вам надо? Если вам надо, продолжайте пребывать в Азербайджан поголовно, всех, у кого в руках оружие, поголовно уничтожим. Если не хотите умирать, так потребуйте от своего правительства, чтобы вас сюда не отправили. Это важно. Это важно. Если вы будете продолжать приезжать в Азербайджан умирать, учись будет, как у этого, у Гургена Алавердиана, у старшего лейтенанта, который прибыл, был пойман и сейчас говорит, что готов служить азербайджанскому правительству и давно хотел пересекать границы и так далее. Вот, пожалуйста, участь Гургена Алавердиана ждет любого армянского офицера, солдата, любого, который прибудет в Азербайджан с оружием в руках. Вот так. Говорят, что в октябре-ноябре будут полномасштабные, полномасштабные карты, один раз отправляют, миллион раз отправляют, еще одно и то же. Мессажи не могу читать. Полномасштабная война. Война. Что за война будет, посмотрим. Так как границы Карабаха, Азербайджан, так же Армения, Азербайджан, наша страна начинает создавать окопы. Окопы по-любому надо создавать там, где есть фронтовая зона. Окопы это нормальное явление. Но про войну, октябре-ноябре, я не знаю. Война, уже 20-30 лет как идет война, потому что каждый месяц, каждую неделю мы отдаем шахидов из-за этой войны. Война еще не закончилась. И армянская страна до сих пор обстреливает азербайджанскую территорию. Армяне до сих пор убивают мирных жителей. Поэтому, что я могу сказать, война еще не закончилась. То, что октябре полномасштабная отчета будет, у меня никаких данных, поэтому нет. Фадага, они даже египтянам помогали, оказывается, помогали пирамидой строить. Алпарслан Туркеш говорит, да, я в курсе, Алпарслан, что армяне помогали египтянам строить пирамиды. Армяне помогали британцам строить Лондон, украинцам строить Киев. И всем известно, что армяне еще и помогали азербайджанским тюркам строить город Баку. И вроде бы они еще и говорили, что Баку является древним армянским городом. Ну и у меня таких данных нет. Почему-то только у армян есть такие данные. Я уверен, что и у британцев, и у украинцев, и у египтян нет таких данных о том, что они с помощью армян создавали свою деревнющую цивилизацию. Мислен Пашаев пишет, а лучше смотрите правду в глаза, сумгайте. Армяне сами строили всю суматуху, когда научились говорить правду, будьте людьми. Да, совершенно правильно говорит Мислен Пашаев. Когда научатся говорить правду или хотя бы слышать правду, тогда и мы можем вести нормальные переговоры. Потому что всем известно, что и в Сумкаите, и в Баку, и во всем Карабахе армяне сами придумали вот эту вот авантюру. И до сих пор армянский народ расплачивается своими сновьями, своими молодыми людьми, солдатами, которые отправляют в Азербайджан только с одной целью, чтобы их тут убывали. Любого армянского солдата в руках с оружием в Азербайджане ждет смерть. Рано или поздно. Вы не думаете, что мы не знаем, кто приезжает, кто уезжает, какой солдат служил, сколько служил. У нас есть списки всех военнослужащих армянской армии, которые находятся на территории Азербайджанской республики. Будь это Карабах, будь это Физули, Джабраил, не имеет значения. Рано или поздно вам за все придется отвечать. Поэтому прежде чем взять руки, а уже поехать в Азербайджан, продумайте, напишите заявление в военкоматы, напишите отказы, напишите там, не знаю, Европейский суд по правам человека и так далее. Пусть вам помогает не приехать в Азербайджан. Если армяне Нагорного Карабаха хотят защищать себя, самоопределиться и так далее, пусть эти же армяне сами себя защищают. Из Армении любой человек, приезжающий на территорию Азербайджана без санкций Азербайджанской республики, является оккупантом. То есть террористом, бандитом, убийцей. И рано или поздно они за это ответят. «Ануш Андерясан, вы провокатор, мутильшевик, мутиловщик. За таких, как вы, никогда между народами мира не будет. Надо сперва освободиться от таких, как вы», пишет мне Ануш Андерасьян. «Ануш, хорошо, а что вы тогда сделаете с, допустим, Зорьей Балаяном, Шахназарьяном, Агамбекьяном, которые в свое время разжигали межнациональную рознь в Карабахе, убивали армянцу Магаити в Баку, чисто для того, чтобы осуществить свои националистические пропланы? Ну, давайте начнем с ваших провокаторов, мутильщиков. Если вы вот то же самое слова напишите своему Зорьей Балаяну и другим мутильщикам, то же самое вот Владимиру Соловьеву, который ваши же армяне содержат, тому же Семену Багдасарьяну, значит, Роману Бабаяну. Вот напишите то же самое, что они мутильщики, они провоката, и таких, как они, никогда международными мира не будут. Если они согласны сложить оружие и во всех средствах массовой информации не заниматься провокацией, тогда я кто такой? Я им отвечаю. Я всю жизнь вводил такую контртеррористическую операцию в средствах массовой информации. Вы, армяне, занимаетесь террором. Вы лжете, вы терроризируете, вы подкупаете, вы, конечно, не права. Аббасов Мансур малакс Серьезно? Если бы они были в Советском Союзе, я бы сказал, кем я бы сказал, что я бы сказал, что я бы сказал, я бы сказал. Но я бы сказал, что я бы сказал. Пусть сначала армяне успокоят своих фашистов, своих националистов, они начали выгонять азербайджанцев из Армении. В Азербайджане до сих пор живут армяне, всем это нам известно. Рано или поздно эти армяне покажут себя, они расскажут как они жили в Азербайджане, как им относились, но в Армении хотя бы одного азербайджанца осталось, ни одного азербайджанца, тюрка, ни одного тюркского происхождения человека в Армении нету, представляете? Вот пожалуйста, тогда пусть весь мир и говорит, где азербайджанцы, вот спросите у армян, где азербайджанцы, которые в количестве 350 тысяч человек проживали до 1988 года в Армении. Вот с этого и надо начинать. У меня соседи были азербайджанцы, мы жили с ними душу-душу и плакали, хотели уехать, просто увидели, что это вы там творили и стыдно было остаться, а мы ничего не творили, мы никого не убивали. Мы жили и до сих пор, повторяю, в Азербайджане живут огромное количество армян. Если мне удастся найти этих армян, я вам их покажу в своих прямых эфирах. И вы убедитесь, как в Азербайджане живут армяне. И опять-таки вопрос задаю, где азербайджанцы в Армении, которые жили веками, почему бы их выгнали? Вот оттуда начинать надо. У вас может быть хорошие соседи азербайджанцы. И сейчас в Азербайджане живут армяне с азербайджанцами в хороших соседских отношениях. Никто их не выдает, никто их не убивает, не бьет. Ну и что? В Азербайджане, а в Армении сколько азербайджанцев остались? Отвечайте сначала на это. Вы всех выгнали, вы хотели эту войну, чтобы выгнать из Армении всех тюркоязычных и русских выгнали. Так, 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 почему не было, почему было использовано столько денег на вооружение в Азербайджане, но в армии солдаты не имеют нормальной еды, все вооружение старое, проследите за этим жалко. Карен, вы ошибаетесь, в Азербайджане Азербайджан в состоянии войны и поэтому закупается только оружие. Когда вы усмиритесь и станете на свое место, сядете у себя где-нибудь там в Ереване, тогда Азербайджан перестанет закупать оружие. А состояние азербайджанских солдат, прежде чем говорить о состоянии азербайджанских солдат, посмотрите, в каком состоянии армянские солдаты находятся. Вот тот самый пленный гурген Алавердиан, он открыто сказал, что справиться с азербайджанской армией альмянам никогда не удастся. Послушайте своего офицера, он все видит своими глазами на передовой, он не такой, как вы, клавиатурный герой, который сидит и тут пишет, понимаете. Он на поле боя был и все видел своими глазами, что альмянской армией, с азербайджанской армией не справляться никогда. Что я могу сказать, если альмянин тебя называет другом, значит еще не обманул, если он тебя называет братом, значит уже обманул. Мы эту послевицу, которую, кстати, русские придумали, никогда не забудем. И как бы они нам относились, как бы они нас не называли брат, братян, братян, мы это уже прошли, мы с 18 по 88 год 70 лет терпели армян, жили вместе бок о бок, соседи, там семьи различные, там смешанные браки, хватит. Всю эту 70-летнюю историю альмяне нас ненавидели, альмяне нас презирали, они жили в соседских домах, они жили у нас дома, они работали у нас там служанками, служащими, они там водителями, но они за все это время презирали нас. Это мы с ними дружили, это мы им там работу дали, очлег дали, кормили, все для них мы сделали, что в итоге? Они в итоге взяли оружие и пошли против нас, понимаете? Мы это никогда не забудем, мы никогда не забудем, что любой армянин, чем бы он ни занимался, где бы он ни жил, где бы он ни родился, на каком бы он языке ни говорил, как бы он ни думал, он ненавидит тюрков, хоть это азербайджанец, хоть это казах, кыргыз, тюркмен, узбек, он ненавидит тюрков, это у них в крови, это у них с рождением, это воспитание идет, понимаете? Мы можем забивать, у нас, как бы, да, такая короткая память, мы можем, как бы, да, закрыть глаза на что-то, но они никогда на это не закроют глаза. Любой армянин, любой считает тюрков за врага, поэтому освобождением Карабаха вопрос не закроется. Рано или поздно мы освободим Карабах. Весь мир признает Карабах территорию Азербайджанской республики. Карабах ди юра Азербайджанская республика, но освобождением Карабаха аппетиты армянских националистов, которые используют собственных солдат, пацанов, маленьких детей, отправляют на рядовую призывников, непрофессионалов, которые совсем недавно объявили мобилизацию среди мирных жителей, среди гражданского населения, чтобы мы как можно больше пущечного мяса уничтожили на территории Азербайджана. Они не думают про население, про простых армян, про армянский народ. Главное, у них в голове свои политические, экономические, коммерческие цели. Вот они и вас используют в своих целях. Все армяне, которые меня слушают, это отлично понимают. Но они тупо слушаются своих правителей. Потому что у них так принято. Кто плохо относится к армянскому, так скажем, в Великой Армении, от моря до моря, вот к нему и вот такое презрительное отношение. Поэтому и все вот так тупо относятся. Хорошо. Карабах захватили российские террористы. Нет, не захватили, а помогали. Тигран Брес, вы никогда не подойдите, армянов не надо, бойцы никому не нужны, но на бабские сплетни не разводишь, не влив, в Баку армяне не прислуживали. Все армяне занимали комочие посты. Нормально, азербайджанцы эти знают, признают. Ну, на. А вот хорошо, вы тут пишите, что все армяне занимали руководящие посты в Азербайджане. Почему они этих постов лишились? Мы их лишили? Нет. Они сами себе этих постов лишили. Они пошли против Азербайджана, и Азербайджан их был вынужден лишить этих постов. Лучшие, да, вы говорите правильно. Российское государство в Азербайджане, самые ключевые посты, что в ККБ Азербайджана, что в партии, что в исполкомах, все самые лучшие посты дали армянам тогда, до 88-го года. Так почему бы ушли от этих постов? Почему бы не остались? Около 200 тысяч армян было. Так остались бы, если вам хорошо тут жилось. Все самые лучшие дома в центре Баку были армянскими. Так оставались бы. Вот вы же привели к тому, что армяне выгнали азербайджанцев, и армяне, проживающие в Азербайджане, тоже были вынуждены покинуть Азербайджан, чтобы не сталкиваться с теми, с чем сталкивались азербайджанцы в Армении. Да, Эльман Нефталев. Единственное положительное качество всех армян, они любят только армян. А Эльман Нефталев, ну тут вы не совсем правы, армяне, вернее, армянки очень часто любят лиц других национальностей, желательно европейцев, американцев. И это, значит, всем известно, что у армянок такая есть цель выйти за иностранца, покинуть Армению, где-нибудь поехать жить за границей. И это совершенно естественный путь выживания армян в течение нескольких тысячелетий или столетий. И если бы их женщины, армянки, не выходили бы за лиц разных национальностей, я думаю, что армянской нации сегодня не было, понимаете. Поэтому они не только армян любят, они любят всех европейцев и американцев. Хорошо, попробуйте дружить головой. Афрем Симоньян пишет. Мы вам то же самое советуем. Мой папа был начальником объекта, ему подчинялись 30 азербайджанцев, но она может быть, да, начальником объекта, ему подчинялись 30 азербайджанцев, но всем известный факт, что в Карабахе армяне были нюкерами. Нюкер, даже армянцы, армянские, скажем, да, азербайджанцы их называют нюкерами. Ну, это слуга, служанка или там обслуга. В Армении всем известно, что в Карабахе армяне и армянки были служанками или служащими у азербайджанцев. Это были веками. Вот это вот такая традиция, что армяне, да, хорошие служащие, они там убирают, чистят, они хорошие мастера, там, за лошадьми уходить, там, конюшки чистить. Это был всем известный факт. А то, что российская 11-я армия захватила Азербайджан и на всех ключевых постах, скажем, посадили армян, это не заслуга армянского народа, это не заслуга большого ума армян. Это просто-напросто Россия хотела тогда руками 26-ти бакинских комиссаров, бакинского совета создать в Азербайджане такую маленькую армению. Не удалось, конечно. Ну, если бы головой вы дружили, может быть, вы здесь до сих пор бы жили тихо, спокойно. Может быть, вы презирали бы азербайджанцев, презирали бы азербайджан, но вы бы до сих пор жили бы в поко. Понимаете? Вы просто очень сильно поспешили, поэтому вас отсюда выгнали в Армению или другие страны. Хорошо, а сам вел Азербайджан, ну вот видите, вот сам вел Азербайджан показывает свое воспитание, вугается матом. Что, если ему ответим, мы, конечно же, себя на его уровень снизим. Я со всеми прощаюсь, уже 8 минут 11 и 8 минут лишних уже отбираю ваше драгоценное время. Всего вам доброго желаю, берегите себя!